его мандат можно четко распилить на две части значит к сожалению наиболь в наибольшей части своего мандата игорю дадону приходилось работать все знают что происходило что некий сереженька бежал некий конституционный суд и некий конституционный суд по заявлению депутата сереженьки лежал там на полдня я знаю на сутки президента право отчет там подписан за него подписывались другие естественно что казалось бы вот это считайте три четверти почти это дело длилось естественно любой бы сложил руки любой кроме игоря игорь несмотря на это продолжал выполнять функции президента он разъезжал он начиная с запада юга кончая востоком да и севером тоже он работал на все четыре стороны света что мне нравилось ним он отовсюду никогда ниоткуда не приезжал с пустыми руками он всегда что-то привозил какие-то гранты какие-то деньги какую-то помощь материальную там финансовую еще какую-либо юридическую этот человек как говорят молдаване он господа рост макаро скандора да тот прожиде у него касса вот он такой человек он замечательный переговорщик он может переговорить уговорить кого угодно хоть левого хоть правого хоть западного хоть восточного хоть южного что северно это замечательные черты для любого руководителя далее он четок он если формирует какой-то план он очень быстро принимает правильные решения и он последовательно проводит их жизнь вот это он человек дела с точки зрения его вот этого три четверти мандата просто удивляешься как он успевал столько делать несмотря на все эти выдуманные ограничения четвертая часть мандата вот там где он после того как курканов кидали через ворота значит после так сказать куркановской контрреволюции он уже имел возможность делать то что он делал он очень многое сделал за это время и когда вот я читал последние опросы населения где вот было то есть то хуиску и молдова и надо было сравнить значит избирателям нашим гражданам согражданам на кого похож тот или иной кандидат ну вот например сравнивали майя санду жанна дар допустим но жанна дар который спрыгивает с поста премьера когда видит что дела идут плохо и она теряет политический рейтинг жанна дар которая так делать не очень похожа на ту жанну дар которая при осаде лиона идет на эти стены знаю что может погибнуть как-то видимо не очень сходится интересно с кем сравнили дадона дадона некоторая часть даже сравнила штефаном чалмаре то есть человек смелый идет на переговоры со всеми ничего не боится движется вперед еще его сравнили с гугуцей и смотрите что интересно казалось от крутого штефана да да гугуцы они забыли одном у гугуцы была мечта что он будет иметь такую большую качулу такую большую шапку что он ее поставит на всеми детьми мира чтобы им жилось хорошо вот в этом плане я согласен с этой оценкой дадон он не любитель майданов переворотов всяких экстремалий это человек дело это человек дебуна он залежит шеппион для кассы я считаю что он показал и первые три четверти где было труднее всего и в последнюю четверть себя очень подготовленным человеком он просто толковый нормальный мужик вот все что я хочу о нем сказать и если меня спросили кто из тех кто есть в этой стране наиболее подготовлен для вот исполнение этой функции у меня ответ очень простой и гордон поэтому когда голосуйте вспомните что иисус христос сказал по делам их узнаете их вот следите за карьерой что сделано человеком если затем только одно бла-бла-бла и голосуйте за них вас обязательно облапошат потому что облапошить идет от слова бла-бла-бла с его знанием экономики с его знанием всех инфраструктур с его умением договариваться с его умением из малого он он на штефана похож на мой взгляд только одним карамзин сказал а степане он умел малыми ресурсами делать великим и и дела вот вот это у него есть то есть выжать из минимума того что имеется возможности максимум здесь он конечно круче его никого нету